Здравствуйте, Игорь! Чем вы нас сегодня порадуете? Мы сегодня поговорим про Японию, про то, как там установилась демократия, как абсолютная монархия стала ограниченной, что, собственно, на сегодняшний день является, является Япония конституционную монархию. И вот, собственно говоря, как к этому переход совершился. И там все надо начинать довольно давно, то есть, проще говоря, надо понять, что же на момент вот этого перехода, а переход состоялся, значит, в конце XIX века, значит, что же там было, что же там находилось. Дело в том, что в 1600 году в Японии один из княжеских родов, там же очень длинная была междоусобная война между различными княжествами японскими. Это неизвестно от того, что там как бы все-таки все признавали лидерство императора, что вот император есть, вот он сидит там в Киото, и как бы при этом все княжеские государства между собой бились за лидерство, за то, кто подчинит. И один княжеский род, род Токугава, практически захватывает, значит, вот это лидерство и подчиняет все остальные. То есть он объединяет, он вот эту раздробленную Японию практически объединяет. И получается так, что они, вот этот род Токугава в начале XVII века практически устанавливает правление Сёгуна. То есть, ну, скажем так, если грубо говорить, по Японии это диктатура. То есть диктатура Сёгунов. То есть Сёгун – это и есть диктатор. Вот, то есть устанавливает Сёгунат Токугава, который наряду с императором существует. То есть все почитают императора. Император – это все-таки император, он божественный, ему надо подчиняться. Все, безусловно, это понимают. Но реально в стране правит Сёгунат рода Токугавы. Вот, и это довольно длительное время длится, практически вот начиная с 1603 года, когда закончились междоусобные войны, род Токугава приходит к власти, и заканчивается в 1868 году, когда как раз вот рухнет род Токугавы, и император вернет абсолютную власть. Почему же это все произошло? Ну, нам из разных учебников известно о том, что японцы очень долго находились с так называемой изоляцией, самоизоляцией. Они закрывались от приезжих, от иностранцев, которые в это время открывали для себя мир, и вот, кстати, открыли для себя Японию, и начали активно искать способы, как торговать в Японии, как туда проникать, как туда проводить христианство и тому подобное, проводить христианизацию. Так вот, скажем так, вот эта изоляция возникает как раз при правлении Токугавы, и эта изоляция именно послужит основной причиной, почему, собственно говоря, в Японии рухнет монархия. Значит, почему они все-таки его сделали? Дело в том, что наряду с разными привозимыми товарами и тому подобное, европейцы, которые в это время приезжали, и португальцы, и голландцы, они везли христианство, и через некоторое время, в 1637 году, японцы, принявшие христианство, подняли восстание. И вот это вот восстание против Сигуната Токугавы было, безусловно, очень жесточайшим образом подавлено, но именно с этого момента Сигуната Токугава принимает решение о том, что, очередной Сегун принимает решение о том, что все надо завязывать с этим проникновением европейцев, что и не супер, как гадость, в конечном итоге они развалят, не помню, и надо самоизолироваться, надо полную суверенность вести. Реально, они вводят полную суверенность, вплоть до того, что уже в начале, ну, в первой половине 19 века вводится система, так называемая, система убийства иностранцев, любого иностранца, которого встречаешь на берегу, ты обязан убить. Все. То есть, вплоть до такой жесткой системы. Ну, а так... Какой кошмар, подождите, а если я не убила иностранца, что мне за это будет? А если кто-то убил иностранца и не убил меня, его тоже убьют? Как они выжили вообще? А значит, иностранцам указали... Они убивали иностранцев, вот как они выжили. Иностранцам указали один единственный порт, через который они могут торговать. Значит, замкнули все на этот порт, а все другие проникновения на территории островной Японии должны пресекаться жесточайшим образом, вплоть до уничтожения. То есть, любой иностранец вне закона. Вот это очень важный принцип. Понятно, что там может просачиваться кто-то и тому подобное, но самое главное, ну, то есть, он вывел, и люди пожалели, он проник, но как только он будет обнаружен, он вне закона. Это преступник. То есть, проще говоря, иностранец, попавший в территорию Японии, сам по себе преступник. Ну, все, точка. Там была такая... Такой лозунг, что ли, верность императору, повержение Варвара. Вот это основной, собственно говоря, лозунг. Но, значит, скоро этот лозунг будет заменен. Дело в том, что при Сёгуне, Токугаве, начали создаваться различные ведомства, которые занимались исследованием, скажем так, наук, европейских наук, иностранных, которые... Вот именно тех, кто прибывает, потому что они начали признавать, что технологии-то у них повыше будут, и что это надо изучать. И поэтому у них возникла очень интересная концепция восточная этика, западная наука. И это стало поддерживаться очень активно. А в 1854 году в Японию прибыли американские военные корабли, которые просто силой военной заставили японцев заключить торговые соглашения. И вот с этого момента, практически с 1854 года, ситуация начинает резко меняться. Все европейские державы после вот этого американского прихода начинают просто приходить не торговыми путями, а с помощью военных кораблей. И Япония вынуждена под вот этим самым силой подчиняться. Все, вплоть до голландцев, даже голландцы, потому что у них там произошла такая ситуация, что одного из вот этих вот торговцев, который проник с помощью военной силы, они просто убили его. Вот, исходя из принципа изоляции. И тогда просто все европейские державы прислали боевые корабли и просто совершили обстрелы разных городов портовых. Япония в ужасе, значит, Сёгун-Токогао в ужасе согласился с тем, что вот надо предоставить большее количество портов, значит, для того, чтобы европейцы начали проникать. Безусловно, это приводило к обнищанию, потому что товары европейские хлынули, то Кугавой стали быть недовольны, но разные европейские державы стали делать разные ставки на разные силы. Игорь, а можно пока уточнить, а что такого было важного в Японии, что все так сильно хотели торговать, вот спрашивают у нас в чате? Это рынок. Это, безусловно, рынок. Это, прежде всего, закупка местных товаров. Популярность японских товаров стала в Европе расти. Каких именно товаров? Это что, продукты, изделия? Это связано и с продуктами, и с изделиями искусства, и с там чашей, всякие там местные халаты и тому подобное. Это все очень стало популярным в Европе. И Европа стала это закупать, потому что, что, это предметы роскоши. Они хорошо шли на европейском рынке. Но самое главное, что сама Япония превратилась в рынок сбыта, что сильно ударяло по экономике Японии. А военной силой можно заставить было японцев подчиниться и принять эти самые торговые правила европейцев. Опять непонятно, а почему это по Японии-то ударило? Ну, торговля, это же прибыль, наоборот. Есть одна проблема. Дело в том, что, во-первых, с торговлей занимался только Сёгун. Всем остальным было запрещено княжество заниматься этой самой торговлей. И это очень обижало всех остальных. Плюс еще там огромная масса товаров, которые местные производились, они практически тоже Сёгуном забирались и отправлялись на европейский рынок. То есть вот эта монополизация Сёгуна тоже играла очень серьезную роль. Часть европейских стран ставили на Сёгуна, потому что он же предоставил всем эти... Ну, в частности, Франция ставила на Сёгуна. А вот Великобритания стала ставить как раз на восставших остальных князей, которые были недовольны, которые поднимали флаг императора и говорили, давайте восстановим императорскую власть. И вот тут как раз и начались вот эти вот самые столкновения, значит, те, кто были... Сёгун и его войско, его силы. С одной стороны, с другой стороны, было такое княжество Чосю, в котором концентрирулись как раз противники и сторонники императора. Получилось так. Сёгун находится в своей столице, Эдо, будущий Токио, а император находится в Киото. То есть, часть за Киото, часть за Эдо. И вот начались столкновения, были походы Сёгуна в это княжество Тосю. Первый поход довольно удачный у Сёгунов, они смогли подавить вот эту вот оппозицию. Но во время второго похода у них там произошло очень интересное событие. Умер очередной Сёгун, значит, и буквально через год умирает император, очередной император в Японии, и приходит к власти молодой император Мэйди. А с другой стороны, приходится, да, вот как раз-то молодой император Мэйди приходит, и начинаются переговоры. То есть, второй поход был неудачным с точки зрения подавления оппозиции. Начинаются длительные переговоры, и очередной Сёгун, Йосиногу, принимает решение о том, что он все-таки подчиняется императору. То есть, проще говоря, императорская партия побеждает, по сути своей, но он соглашается, значит, вот с этим событием, но он недоволен все равно этими действиями, и он начинает последние военные действия. В 1868 году, в январе, он начинает последние попытки подавить все-таки оппозицию вот этих князей и тому подобное. Они объединили, но тут сыграла очень важную роль Великобритании. Дело в том, что они ухитрились в 1861 году, в 1865 году, после первого похода Сёгунов на княжество Тёси, они все-таки смогли реформировать. Британцы реформировали армию вот этих князей княжества Тёсю, они реформировали, и армия оказалась более новой. И маленькая, небольшая, все-таки по количеству, чем армия Сёгуна, смогла победить, потому что у них и вооружение было новое и тому подобное, и вот это вот маленькое октяжество Тёси оно смогло победить и выдавить практически Сёгуна и установить власть императора. Но, так как князья оппозиционные выдавили Сёгунат Токугавы, значит, и подавили практически дикатуратуру Токугавы и приводят к власти вот этого молодого императора Тейзи, Мэйдзи, он становится императором практически всех японцев, ну, там, за исключением отдельных княжек, которые потом всё-таки подчинились, они уже мирным способом присоединились к императорской власти и полностью ему подчинились, передали все ему власти. И вот эти князья практически сразу уже начинают от императора требовать, ну, мы же тебя привели к власти, пожалуйста, просто прими клятву. И он действительно принял клятву, состоящую из пяти пунктов. Многие называют это первой конституцией Японии. Что это за пять пунктов? Первое – это коллективное правление. То есть, проще говоря, управляет не один император, а управляет некий всё-таки коллегиарный орган при императоре. Да, номинальный численный император, а всё-таки князья играют очень серьёзную роль. Следующее правило очень интересное с точки зрения, значит, Японии. Всё сословное участие. Что это значит? Это значит, что должен быть создан парламент. Это уже какая-то абсолютно новая вещь. Откуда она появляется? Причина очень простая. Дело в том, что и при Сёгне Токугава, и вот эти институты, которые исследовали европейскую культуру, европейскую науку, и при императоре, все, кто советники, вот эти новые князья, которые, они очень активно обращались к западному опыту и говорили, что вообще-то должно быть законодательный орган отдельно, а не государь должен издавать указ. Вот это вот, и этот законодательный орган должен быть всесословным, чтобы все соглашались и подчинялись. Законы должны быть не просто валиться сверху, а кто-то должен принимать те законы, чтобы все сословия соглашались. То есть вот эта западная концепция, она проникла. Сразу надо говорить о том, что эта западная концепция была не американская, как многие ссылаются, говорят, вот американская. Да, концепция разделения властей они взяли из американской конституции, но в последующем они все-таки за идеал возьмут русскую конституцию, но это чуть попозже. Итак, становятся все сословные участия, вот это вот второй пункт, следующий пункт, это отказ от ксенофобии и подчинения суду, вот это тоже на разделение власти указывается, потом соблюдение международных правил, это четвертый пункт вот этого вот, значит, клятвы Конституции, и последний пункт, это открытость миру, и прежде всего открытость обучению, то есть учиться у мира, мир должен нас учить, потому что именно реформа военная привела к победе над Сюгунатом. Император, молодой император полностью соглашается с этим предъявлятом, и в присутствии всех князей он эту клятву озвучивает и подписывает, и практически из этого момента уже начинается, то есть еще парламента нет, еще судебная реформа не проведена, еще не проведена военная реформа, еще очень много не проведено каких реформ, но император уже заявил о том, что это что-то очень похожее на нашу вот эту вот манифест 1905 года, да, император Мэйдзи, поэтому этот период называется, значит, именем императора Мэйдзи, значит, вот этот период правления, но все-таки власть считается абсолютной, пока нет никаких ограничивающих его органов, но ведутся вот эти очень долгие переговоры, и император соглашается, значит, с этими всеми переговорами, и действительно, кстати, очень интересно, что самому народу они объявили 5, так называемых 5 объявлений, очень важных, вот, кстати, тоже их важно услышать, это первое объявление конфуцианское, слушай начальника, второе объявление, тоже конфуцианское, уважай старших, третье объявление, будь верен в браке, вот, четвертое объявление, это запрет на все общественные организации, митинги и протесты, и последнее, пятое объявление, это запрет исповедания христианства, да, мы учимся у Запада, но христианство не должно проникать и заменять нашу религию, то есть верность традиции должна быть сохраненной, но мы учимся у Запада, это вот основа, вот этот вот принцип учебы у Запада и сохранение традиции, она стала основным, то есть вот это объявили населению, то есть пока еще конституция не была объявлена, население, она касалась только элит, в 1873 году они приводят всеобщую воинскую повинность, вводят, то есть армия практически реформируется, ну и потом дальше уже идут различные указы, и в 1876 году император создает такую комиссию по созданию конституции, начинается активная подготовка конституции, значит, там один из его чиновников ездит по всем европейским странам и изучает конституции, ему жутко нравится прусская конституция с очень сильной властью кайзера, и он на это акцентирует внимание, что император должен иметь очень большую власть, и в 1889 году практически слепок с этой прусской конституции устанавливает конституцию Мэйдзи, значит, где создается, безусловно, парламент, где создается, ну, в общем, проще говоря, вводится вот эта самая конституция с парламентом, с судебной властью, с разделением властей, с, значит, самое интересное, с главой про права человека, но там вот Таин Савет, который занимался созданием конституции, он, значит, очень долго спорил, в конечном итоге они пришли к тому, что не про права человека надо говорить все-таки, а как по примеру там конституции американской, а надо говорить про права японских подданных, и вот эта концепция, да, наличие прав японских подданных, да, кстати, там этот набор был вообще, вот чисто такой французский, американский, то есть вот набор наличия прав и свобод граждан, и про свободу совести, и все вот это, собственно, все, значит, было принято. И вот считается, что с 1889 года в Японии путем длинных вот этих переговоров заканчивается абсолютная монархия, установленная в 1868 году, то есть практически за 20 лет вот этих переговоров, реформистских действий, самых различных, самых различных изучений, они приводят, создают вот эту конституцию, и в Японии устанавливается, значит, японская конституционная монархия, которая потом будет реформирована после Второй мировой войны, но все-таки она так и сохранится, конституционная монархия, и сложится в Японии. Да, я помню, что нам надо отпустить вас совсем скоро. Один маленький вопрос, мы по времени его успеваем. Вы все, что рассказывали, мне кажется, касается исключительно элит. Вот Сигунат, вот Император, и они между собой там занимаются устройством будущего целого народа, целой страны. А что, собственно, люди, которые вот не элиты, которые простые рядовые японцы? Как они на это все реагировали, и хотели ли они вообще этих изменений? А здесь очень интересно. Дело в том, что ни одна из социальных партий в Японии не получила большинства. То есть, проще говоря, были либеральные партии, были консервативные партии и тому подобное. А вот социальные партии были мизерные, они были очень маленькие. Если вот, допустим, в России социал-демократическая партия, социалисты были просто самой крупной, самой влиятельной партией, то вот народная социалистическая партия в Японии, она оказалась очень мизерной, очень маленькой и не имела поддержки. То есть, население обожествляло императора, полностью подчинялось императору. То есть, вот эта традиционная конструкция подчинения с помощью конфуцианской этики, привезенной из Китая, практически оказывала серьезнейшее внимание. В Китае же конфуцианские концепции все-таки привели к тому, что у них социальные партии, в частности, коммунистическая партия оказалась лидирующей. И даже не забывайте, что демендант, по сути, социальной партии был, который воевал с коммунистами, это тоже социальная партия. То есть, народ тоже играл очень серьезно. В Японии как-то вот традиционно это не сложилось. Вот, социальные партии не играли почти никакой роли. Все-таки элитарные партии, либеральные, консервативные, играли очень серьезную роль. Спасибо большое, благодарим Игорь Валентинович и Сажина за эту историческую рубрику. Спасибо за Японию. Вот тут даже в чате у нас писали, о, Япония, о, революция, мое историческое образование сейчас замироточат. Так что порадовались люди, как минимум те, которые... Боюсь очередного потопа есть. Историческое образование, да, давайте пока притормозим с потопами. Спасибо большое, хорошего дня. И с миротопами. До свидания, Игорь. До свидания.